Всем привет! Не так давно компания HIDIS провела весьма успешную краудфандинговую кампанию по выпуску своего плеера AP80. Все уже его получили, кто предзаказывал, он появился в свободной продаже и, в общем, как показала практика, плеер получился действительно очень неплохим и интересным. HIDIS остались довольны результатами краудфандинга, им понравилась эта концепция и они решили также выпустить наушники. И напали на завод, который делает наушники для FIO и заставили их делать наушники и для себя. Потом увидите, почему это так, когда будем распаковывать их. Во время этой краудфандинговой кампании они выкатили сразу две модели. Однодрайверные динамы, которые у меня вот сейчас на обзоре. Будут также еще и четырехдрайверные гибриды, то есть, думаю, к тому же самому динамику. В таком же самом корпусе они добавят три арматуры. Не слышал их и, наверное, до конца краудфандинга не услышу, но модель должна получиться интересной, надеюсь. Также пара стоимость. Стоить они будут 100 долларов во время краудфандингов. Их розничная цена запланирована в 150. За дополнительных 20 долларов вы можете выбрать один из аксессуаров. К ним относятся и bluetooth проводок, балансный кабель, либо же провод с USB-цеп. Если, кстати, это будет такой же провод, как в HIDIS Sonata, а скорее всего это будет он, вряд ли они что-то еще изобретут, то это достаточно неплохой бонус. Либо за 140 долларов возможно взять сразу все три бонуса дополнительных. Также, как я уже говорил, будет трехдрайверная модель гибридная. Она будет начинаться от 220 долларов, ну и там тоже будут всякие бонусы. Возможно, может еще что-то добавят в качестве stretch goals, но будет видно. Давайте смотреть на наушники подробнее. Упаковка традиционная для HIDIS. Шероховатый черный картон. Не знаю, почему у них глянцевый. Кстати, прежде чем открывать крышку, с тиснением фольгированным. Сзади приведены характеристики на чистом нерусском. Из интересного 112 дБ, скорее всего, чувствительность. И вот есть еще цифра V18. Надеюсь, это импеданс. Но не факт. В коробке находятся сами наушники. Вот видите, уже начинается сходство с FH5. Также организован большой набор всяких насадок. Есть пластиковая такая вот коробочка-контейнер. Насадки разные по звуку. Действительно, как написано, они меняют звук. Такая вот удобная коробочка для хранения. И сами наушники. В общем-то, для 100 долларового диапазона, я думаю, набор, комплект поставки и набор аксессуаров просто отличный. Ну и, конечно, не будем забывать про то, что сами наушники тоже положили в комплект. Как обычно, их приходится вытягивать в нарушение всех принципов техники безопасности. Так вот. Хидис MS-1. Они же Mermaid, русалка. MS-4, кстати, тоже имеет тоже кодовое имя. Ну, по качеству сборки, я думаю, ожидаемо. И даже на видео видно, что все очень-очень здорово. Полностью металлические шеллы. Очень удобной эргономичной формы. Думаю, сядут большинство ушей. Ну, может быть, за исключением обладателей каких-то совсем уж неудачных. Вот эта вот часть сделана очень продуманно. Она хорошо входит в канал и продолжается таким достаточно удлиненным носиком. То есть, вот, внутриканальная часть хорошо изолирует. Поэтому звукоизоляция даже чуть-чуть выше средней. И благодаря массивному корпусу наушника она это усиливается. Звуковод имеет выступ. Для меня в последнее время это важно. Защитную сеточку, думаю, это важно для многих. Поэтому наушники садятся в уши хорошо, носятся комфортно. Ну, за исключением случаев, когда на дворе 30-градусный мороз. Тогда, конечно, как никогда остро понимаешь недостатки металлических корпусов. Качество сборки красивое. Похоже на FH5. За исключением того, что нет, конечно, вот этой вот продольной текстурки. А просто гладкая крышка с логотипом HIDIS и с названием их сайта. Золотистая полосочка добавляет оригинальности. Это вот такая темно-серая версия. Наверное, это то, что у них называется черный. Будет еще синяя и красная для любителей прекрасного. Провод сменный. Используются двухпиновые коннекторы. Достаточно хорошие. К счастью, не стали придумывать каких-то выступов, выемок. Поэтому подойдут большинство проводов. Комплектный провод простой, но со своими задачами справляется. Сформирована заушина, но без эффекта памяти. Она помогает, во-первых, проводу держаться за ухом. Логично, иначе бы она не называлась заушиной. И, кроме того, она же в целом гасит микрофонный эффект. Сам провод простой. В силиконовой изоляции. Никаких мега-аудиофильских наворотов. Или чего-то похожего. Судя по картинкам и фоткам, к MS-4 они что-то получше будут прикладывать. Вот разветвитель. Металлический. Есть ползуночек, но микрофонового эффекта почти нет. Провод не особо твердеет на морозе. Мало исполнен к запутыванию. Нормальный по жесткости. В общем, такой хороший, нормальный, современный провод. Ничего сверх выдающегося, но все аккуратненько. И тут он идет просто вот такой вот свит и в два проводничка до самого штекера. Такой вот достаточно массивный штекер. Судя по всему, они такой же используют и для балансного провода. Он выглядит забавнее. Маленький такой пиптик на фоне массивного штекера. Так что по качеству сборки, дизайну и удобству ношения наушники удались. Но, кстати, в последнее время все чаще и чаще приходится повторять эту фразу. Потому что китайцы научились делать действительно очень достойные и интересные модели. Ну и, конечно же, о звуке. Пропустим те обязательные части, где я рассказываю, что подберите насадки, попробуйте разные варианты и так далее. Им нужно немного прогрева, пара часов. Но это, я думаю, в принципе, даже специально этим заморачиваться нет смысла. Так вот, по звуку во время тестирования этих наушников я все время ловил себя на мысль, что, наверное, MS4 должны быть очень хорошими. Потому что вот тут чувствуется потенциал динамического драйвера, но ему не хватает именно арматурности на середине. Ну, поэтому, если в MS4 все сделали правильно, ну, а я думаю, что вероятность этого не нулевая, как минимум, то MS4 могут получиться интересные модели. Но, конечно, надо слушать, пожалуй. Так вот, звук тут сделали такой, своеобразная АЧХ. И, в целом, вот именно в первую очередь, что на себя обращают внимание, это низкие частоты. Баз тут, во-первых, глубокий, а, во-вторых, что интересно, он очень раскатистый и очень такой тугой. При этом он не суперскоростной. Это все-таки динамические наушники. И, более того, скажем, он средний по разрешению, чуть лучше среднего, ну, как бы не дотягивает до скоростных даже динам. Но, в целом, на нехватку разрешения тут тоже не пожаловаться. Несмотря на его раскатистость и мощь, он контролируется и практически не затеняет средние частоты. Так что, в принципе, для любителей бумканья, но при этом без излишнего акцента. Так что бас получился интересный, оттюнингованный. В качестве примера низких частот, вот немного нестандартный трек. Он спел, альбом 17755. Эмноме де Медо. Надеюсь, никто, говорящий по-португальски, не слушает меня. Так вот, в принципе, интересный атмосферный трек. Ну, мунспел это часто бывает. И вокал Рибейра тут звучит здорово. Такой на грани почти гроулинга, но не срывающийся. Много очень низкочастотных звуков, много объемных эффектов, хоровые распевки, точнее, больше намеки на них. Так что, в принципе, вот именно с этими наушниками трек звучит очень атмосферно. Прямо заново переслушал этот альбом, вернее, этот трек и этот альбом тоже. Середина вот тут двоякая. Из-за того, что ее гнули по двоеобразную АЧХ-шку, верхняя середина хорошая. Она выдвинута вперед, немножечко акцентирует женский вокал, немного акцентируется агрессия. В общем, все так драйвово и бодренько. А вот нижняя середина, которая попала вот в этот прогиб В-шки, ей немного не хватает иногда вот именно этой выдвинутости. Не хватает присутствия на нижней середине. Чаще всего никаких проблем это не несет. Это все-таки компенсируется нашим слухом. Но вот иногда не хватает немного, чуть-чуть добавить на нижней середине. И вот как раз думаю, что в гибридной модели, там, где за эту часть диапазона уже будут отвечать арматуры, думаю, этой проблемы не будет. Но это чисто на уровне предположений. Воображаемая сцена где-то средняя по ширине, чуть меньше средней в глубину, но разделение планов нормальное, так что наушники звучат объемно, не зажато. Разрешение тоже нормальное, не запредельное, не самое идеальное, не самое плохое, то есть что-то посрединке. Наушники больше играют в макро стиле, но это тоже скорее характерно для однодрайверной Динамо. В качестве примера вот этот вот вариант Smoke on the Water из Made in Japan. Отличный ремастер, один из лучших живых концертов, в общем-то, в истории хард-рока, и его хорошо сремастерили, и звучит весьма энергично, драйвово. И вот, может быть, не совсем идеально, но эти наушники отыгрывают его неплохо. Немножко не хватает нижней середины, но в целом, особенно когда вступает бас, тут в этих наушниках, это самый, наверное, эпический момент. И в остальном, в принципе, они справляются с этим треком на вполне неплохом уровне. И по верхним частотам, в общем, они немножко акцентированы, так что, наверное, модель не для ВЧ-фобов, поэтому, но при этом, субъективно для меня, той грани комфортности, на которой становится много ВЧ, они не перешагнули. То есть, обычный прием для наушников своеобразная АЧХ, вернее, для наушников с массивными низкими частотами, нужно поднять ВЧ, чтобы немножко скомпенсировать подачу, иначе получится доминирование низа. Поэтому тут это сделали, атаки с затуханиями чуть-чуть резче, чем должны быть, но в целом, конечно, протяженность нормальная, но не запредельная. Зачатки есть слоистости, но очень базовые, так что, в целом, нормальные ВЧ для вот этой ценовой категории, для динамических наушников, ничего хватающего, а звезд не без, но он очень прилично сделан, так что, в принципе, нет неестественности, а это самое главное. Ну и в качестве примера, в качестве примера у меня Nazaret Go Down Fighting, насыщенный трек, драйвовый, энергичный, много тарелок, металла, звона, в принципе, наушники с этим справляются, не идеально, но справляются, так что, в принципе, многие модели на этом пасуют намного заметнее. Кстати, обратили внимание, да? Да, я специально старался. Наушники от HIDIS и плееры, естественно, от них. Так вот, в целом, модель получилась неплохой, но, как, наверное, и все в этом ценовом диапазоне, скажем, нужно выбирать, исходя из субъективных предпочтений. Если говорить о сравнениях, в этой ценовой категории конкурентов просто немерено, и, естественно, сравнить все совсем я не могу, поэтому несколько таких кратких моделей, чисто в качестве опорных точек. Естественно, в первую очередь, острые KC-09, они чуть ровнее на средних частотах, у них чуть-чуть меньше VH, и немного меньше низких частот, при этом тут они чуть глубже, то есть, 0.9, они так более ровно звучат, тут чуть акцентирование баса, глубина побольше, и VH чуть приподнят, в общем, они такие, чуть повеселее. Что там у нас еще есть? VIZER A15 PRO, в принципе, они тоже более нейтральны, они подетальнее, но при этом, тоже у них такой тугой собранный бас, но меньше по глубине, и они чуть протяжу не на VH, но нейтральнее, по звуку, мониторнее. iBAS IT-01, они более энергичные, чуть более агрессивные, они чуть ярче, особенно не за счет верхних частот, за счет верхней середины, и у них чуть больше NCHE добавлено. Так что, в принципе, моделек много, но в HIDIS получилось сделать свой звук. Так что, началась краудфандинговая кампания, интересно было бы послушать MS-4, но, к сожалению, не удалось, а MS-1 достаточно неплохая модель для тех, кто любит именно вот такой вот характер подачи. Ну, если будете брать, то, наверное, я бы все-таки порекомендовал вариант с USB-C, кабелем, если у вас нет другого источника, и если ваш смартфон это поддерживает. Спасибо за внимание.